Заключенных на Бутовский полигон И вот у многих местных жителей возникали вопросы, потому что машины с продуктами, двигаясь по Варшавской дороге, ныряли в углу. Вглубь вот этой спецзоны, скрываясь за колючей проволокой, но что находится внутри этой спецзоны, местные крестьяне не знали, им запрещено было сюда проходить. Поэтому существовали разные легенды о том, что здесь находятся какие-то продовольственные склады или что-то такое, где хранится запас, резерв какой-нибудь стратегический. Соответственно, на самом же деле эти машины проезжали вот сюда. Возможно, там, где в этом заборе более позднего времени сохранились ворота, тогда уже существовал въезд. Возможно, потому что дорога здесь на старых планах обозначается. Соответственно, существовала проблема, как заключенных довести до Бутовского полигона, потому что они могли почувствовать, что их везут на смерть. Хотя, конечно, им не объявляли, что они приговорены к высшей мере наказания. Но, возможно, существовала какая-то утечка информации, может быть, кто-то о чем-то догадывался. Во всяком случае, они могли, предчувствуя недоброе, дать сигнал тем, кто шел по улице или выглядывал из окон своих домов на эту проезжавшую ночью рядом машину. Поэтому существует очень показательное дело Исаия Давыдовича Берга, одного из офицеров госбезопасности, имевшего непосредственное отношение к бутовским расстрелам. Лейтенант госбезопасности Берг был в 1939 году осужден как враг народа уже тогда, когда к руководству в НКВД пришел Лаврентий Павлович Берия. И вот тогда ежовцев, наиболее активных, подвергали репрессиям для того, чтобы очистить от них аппарат госбезопасности. Исаия Давыдович вменялось много что, но кроме того, ему вменялось жестокое обращение с заключенными, а именно создание машин душегубок. И в своем ответе на вопрос следователя Исаия Давыдович даже нарисовал карандашом, как эта система функционировала. Система была очень простая. Шлангом выхлопная труба замыкалась на салон грузового автомобиля, внутри которого находились заключенные. Я не думаю, что Берг ставил перед собой задачу убить таким образом тех, кто находился в кузове. Хотя, может быть, это и происходило время от времени. На самом деле, скорее всего, его задача была нивелировать всякую попытку сопротивления и всякую попытку шумом или каким-то иным жестом привлечь к этой машине внимание прохожих или жителей Москвы. Потому что, с другой стороны, все-таки лейтенант госбезопасности не мог решать судьбы партии заключенных. Он был винтиком в этой системе. И он должен был, так же, как и его товарищи, следовать служебной инструкции. Здесь это в Москве и в Подмосковье достаточно жестко соблюдалось. Но все нюансы этого дела, конечно, мы теперь уже не можем узнать. Однако, видимо, некоторые машины были действительно таким образом реконструированы. И заключенных сюда привозили уже в полуобморочном состоянии. Но все-таки я думаю, что, хотя выхлопная труба замыкалась на салон, скорее всего, люки в машине были открыты. Таким образом, все-таки выхлопные газы смешивались с поступавшим кислородом. И хотя и еле-еле, но все-таки эти люди могли дышать. И за счет этого они были, в общем-то, еще живыми, достигали Бутовского полигона. Хотя, опять-таки скажу, что это моя личная гипотеза. Так или иначе, машины приходили сюда. Вот здесь начинался длинный 70-метровый барак, в котором заключенных оставляли на ночь. И здесь же происходила перекличка. Заключенных вызывали, смотрели на фотографию. Наличие фотографии было исключительно обязательным. И были случаи, когда заключенных привозили сюда без фотокарточки. И в этом случае их увозили обратно в тюрьму, делали фотографию и привозили с новой партии на Бутовский полигон для того, чтобы расстрелять. Здесь даже в самих актах офицеры расстрельной команды пишут, что они сверили заключенных с теми фотокарточками, которые им, соответственно, передали в пакете документов. Поэтому здесь должна была происходить достаточно долгая идентификация. Иногда ведь партии заключенных были по 300, по 400, по 500 человек. И вот фактически вся ночь уходила на то, чтобы эту идентификацию завершить. А когда восходило солнце, насколько мы знаем, искусственного освещения на территории Бутовского полигона не было. Когда солнце восходило, при первых его лучах начинались расстрелы. Заключенных выводили небольшими партиями на край рва, стреляли в них в упор, сбрасывали мертвые тела и засыпали их землей. Присыпали землей с известью для того, чтобы все-таки немножко отбить запах трупного гниения. Потом шла следующая партия и так далее, и так далее. Постепенно ров заполнялся. Ров заполнялся, засыпался еще немножко сверху землей. Потом в последующие годы, судя по всему, подсыпка земли несколько раз производилась именно для того, чтобы вот этот вот момент провала нивелировать. Чтобы во всяком случае издалека или из аэрофотосъемки наличие здесь этих погребальных ров нельзя было прочитать. И таким образом, по мере осуществления массовых казней, заполнялись рвы Бутовского полигона. Продолжение следует...